Вот так в домашних условиях мы готовим порошок для стирки. Это занимает всего несколько минут. Раз в три недели, месяц делаем заготовку, которая состоит из 300 граммов мыла и 200 граммов соды. Дана и Йозеф живут в небольшом чешском городке Устин-на-Длабом. Порошок они делают сами не из-за его отсутствия в здешних магазинах, а с целью сократить использование в повседневной жизни средств, содержащих химию. Также они признаются, что думая при имеющемся кредите о том, как сократить расходы, выбрали такой способ экономии средств. Продукты из магазина мы приносим вот в таких мешочках. Для каждого продукта своя сетчатая сумочка, чтобы было видно и тебе, и продавцу. Один-два таких мешочка мы постоянно носим с собой. Это те же самые пеленки, которые когда-то использовали наши мамы и бабушки, только теперь я использую вот такую штуку, чтобы закрепить их. На прогулке я не использую влажные салфетки, а беру с собой флакон с водой, куда добавлены пара капель масла. Смачиваю кусочек ткани и салфетка готова. В день Марии приходится по 7-8 раз менять дочери пеленки. Но принцип Zero Waste она выбрала сознательно еще до рождения малышки. Решив сократить количество химии, Мария отказалась от детских шампуней, лосьонов и других средств по уходу за ребенком, используя лишь простое мыло и чистую воду. Я поддержал эту инициативу Марии, но у меня, к сожалению, не всегда получается следовать этим правилам. Иногда покупаю кофе на улице в пластиковых стаканчиках, но я стараюсь и понимаю, что это необходимо. На счастье наших героинь в столице Чехии есть места, где можно купить практически все без упаковок и пакетов, положив покупки в емкости или сумки, принесенные с собой. В этом магазине, например, можно приобрести даже растительное масло, перелив его в свою бутылку. Это наш второй магазин, который мы открыли прошлой осенью. Первый был открыт четыре года назад. Мы продаем и продукты, и маломоющие средства, и другие необходимые в быту вещи. Ассортимент товаров большой. Если в первом магазине у нас продается около 250 наименований, то здесь более 600. В Кыргызстане, начиная от столицы и до горных вершин, вся территория наполнена летающими пластиковыми пакетами и валяющимися бутылками. Если не начать решать эту проблему сейчас, то через 5-10 лет можно получить настоящую экологическую катастрофу, говорят специалисты. В Бишкеке, как и во всех больших мегаполисах, в магазинах дают и такие маленькие пакеты, и большие пакеты. И все эти пакеты потом выбрасывают мусор или на землю куда-то, на улицу. То есть везде это очень такая обстановка неблагополучная с полиэтиленовыми пакетами. Сколько в Кыргызстане ежедневно производится пластиковых изделий, какого вида и объема, неизвестно. Официальных цифр в соответствующих инстанциях нет. Но по некоторым подсчетам, ежедневно из Бишкека вывозится около 500 тонн мусора, половину которого составляет пластик. Между тем, в Кыргызстане нет предприятия по утилизации и переработке полиэтилена. Есть разные способы сократить использование пластика. Это переход на использование стеклянной посуды, фляжек или термобутылок и сортировка мусора. Такая система, конечно, больше развита за рубежом, но я верю, что и в Кыргызстане это можно внедрить. Представительство ООН в Кыргызстане с июня 2018 года отказалось от использования одноразовой пластмассовой посуды в своей работе. Последовать своему примеру, они призвали и те организации, с которыми сотрудничают и проводят совместные мероприятия. Так как мы отказываемся от использования на наших мероприятиях воды в пластиковых бутылках, то, думаю, это в какой-то степени будет сигналом для производителей, чтобы начать выпускать воду в стеклянных емкостях. Мне нужны помидоры. Какие у вас помидоры? Розовые есть, да? Это вот эти, да? Вот моя сумка. Здесь продукты, которые мы купили. Вот. В принципе, вот все в мешочках вот так. Ну и то, в чем я храню свои продукты, это обычные банки. То есть не нужно покупать каких-то там дорогостоящих контейнеров. Все очень просто. Вот. И засыпаем вот так продукты. Кучи можно хранить вот в таких банках. Элина вот уже как год использует для покупок эти мешочки вместо пакетов. Работая в международных организациях по проектам в сфере зеленой экономики, охраны окружающей среды, она решила начать изменения с себя. Еще одна кыргызстанка, живущая за рубежом, пытается вносить пусть и небольшой, но свой вклад в дело сохранения окружающей среды. РКИМ в домашних условиях готовит зубную пасту, шампуни и так далее. Я не пользуюсь пластиковыми трубочками для питья, потому что каждый день по новой трубочке. И вот вы уже за год израсходовали 365 таких изделий. Я купила металлическую палочку для себя. И к ней прилагается даже вот такой ершик для чистки. И это очень удобно. Вместо салфеток РКИМ использует обычный носовой платок. И несмотря на шутки друзей, которые называют ее за это бабушкой, она придерживается выбранного образа жизни и призывает других относиться к природе бережно. Это спок, сделанный из бамбука. Название произошло от сочетаний двух английских слов. Спун – ложка и форк – вилка. Я всегда ношу его с собой, чтобы в различных кафе и точках фастфуда вместо пластиковых приборов пользоваться им. Друзья, конечно, реагируют по-разному. Кто-то смеется, кто-то удивляется. Некоторые спорят и доказывают, что это ничего не дает. Мол, один человек не в силах ничего изменить, так как пластика в мире очень много. Но жизнь этим и интересна, своим разнообразием. Помимо прочего, РКИМ в свободное время старается подбирать увиденный на улице мусор посредством социальных сетей. Она призывает других последовать ее примеру. Аналогичные страницы в соцсетях, рассказывающие о движении Zero Waste, ведут и другие наши героини, вдохновляя своим примером пользователей интернета. Не надо пытаться изменить все с первого дня. Это нереально. Просто сначала попытайтесь отказаться от использования пластиковых бутылок для питья и брать воду в стеклянных емкостях. Затем переходите на использование небольших термосов или специальных кружек для кофе, чтобы не пить его из пластиковых стаканчиков и так далее. Люди, выбирающие путь минимизации производимого мусора, придерживаются пяти принципов, среди которых компостирование подходящих отходов, отказ от приобретения ненужных вещей или их накопления, сокращение или снижение потребления, а также повторное использование и переработка. Все это вместе и составляет философию Zero Waste. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова